Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульт с днями. Обсуждаем новости и их последствия. В студии Наталья Быстрецкая и Данил Русаков. Премьер-министр Японии Йосихиде Суга сделал прививку против коронавируса. Суга 16 марта получил первую дозу вакцины от компании Pfizer в одной из больниц Токио. Вторую дозу ему должны ввести через три недели. Глава правительства вакцинируется перед поездкой в США, которая запланирована на апрель. В скором времени я приеду в США и проведу встречу с президентом Байденом. Я надеюсь, что это будет содержательный диалог. Мы в очередной раз подтвердим приверженность принципам Японо-Американского альянса. Саммит Японии-США ориентировочно состоится 9 апреля. Суга, как ожидается, встретится с президентом Байденом. Основными темами встречи называются меры по укреплению Японо-Американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации идеи свободного и открытого Индотихоокеанского региона на фоне растущего экономического и военного влияния Китая, а также пандемия и изменение климата. Суга станет первым иностранным лидером, кто лично встретится с новым президентом. Сегодня в Токио стартовали переговоры между главой МИД Японии Тесемицу Матете и госсекретарем Блинкином. Блинкин отметил, что для него это первая зарубежная поездка в новой должности. Я очень рад, что мы наконец-то встретились лицом к лицу. Маской к маске, я бы сказал, пошутил госсекретарь. В рамках своего официального визита Блинкин также примет участие в переговорах с японскими коллегами в формате 2 плюс 2. Вместе с Блинкином в Японию прибыл шеф Пентагона Лой Тостин. Господин премьер, наши страны совместно будут решать самые насущные вопросы, стоящие перед нашими народами, включая пандемию COVID-19, изменение климата, и мы будем впредь придерживаться принципов открытого свободного Индотихоокеанского региона. Как подчеркнул Остин перед визитом, Пекин является серьезной угрозой для Вашингтона, и Соединенные Штаты должны решать китайскую проблему сообща с партнерами в Индийско-Тихоокеанском регионе. По мнению экспертов, эти шаги указывают на то, что Белый дом намерен всеми способами противостоять КНР, в том числе за счет формирования антикитайской коалиции. Между тем, в преддверии азиатского турне газета Washington Post опубликовала статью Остина и Блинкина о важности укрепления союзнических отношений с Японией и Южной Кореей. Обусловленные китайской угрозой, приводим цитату, Китай не брезгует принуждением для достижения своих целей. Это подтверждает, как важно сотрудничать с союзниками вместе, мы сможем дать более серьезный отпор агрессии и угрозам со стороны Китая, подчеркивается в материале. Чиновники отмечают, что вместе три страны привлекут Китай к ответу. Если мы не возьмем на себя решительное руководство, то это сделает Пекин, говорится в статье. Напомним, что вызов, исходящий от Китая, обсуждался и во время четырехстороннего диалога по безопасности лидеров США, Индии, Австралии и Японии. 12 марта об этом сообщил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, главы государств дали понять, что никто из них не питает иллюзия относительно Китая. При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон намерен одержать верх в жестком соперничестве с Пекином. В тот же день Соединенные Штаты опубликовали список китайских фирм, которые угрожают нацбезопасности. В их числе оказались Huawei Technologies, ZTE Corporation и Dahua Technology. Ранее 3 марта Белый дом обнародовал промежуточное стратегическое руководство по национальной безопасности, в котором отмечается, что напористость Китая стремительно возросла. Ранее на Мюнхенской конференции президент Байден обратился к международному сообществу с призывом вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем. 10 февраля во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Байден заявил, что обеспокоен принудительными и недобросовестными методами Пекина в экономике. Иными словами, Вашингтон в перспективе займется размещением на территории Японии и Южной Кореи новых систем вооружений и проведением более интенсивных маневров, резюмируют эксперты. Идея размещения ракет средней и меньшей дальности в Юго-Восточной Азии не ушла из повестки Белого дома после смены администрации. Администрацию президента Гондураса, кажется, менять не собираются. Впрочем, как и объявлять импичмент Эрнандесу, тоже, несмотря на кокаиновый скандал. Хуана Орландо Эрнандеса обвинили в связи с наркобаронами. На слушаниях окружного суда Манхэттена по делу лидера наркомафии Гондураса свидетель обвинения заявил, что в разные годы передал президентам и вице-президенту страны более миллиона долларов. По словам экс-главаря банды Дэвиса Леонеля Марадига, картель Лос-Качирос передал Хильде Эрнандес, сестре президента, 250 тысяч долларов наличными в 2012 году. На тот момент Эрнандес был конгрессменом и кандидатом в президенты. Согласно показаниям, еще 50 тысяч получил брат президента в 2014. Также Марадига рассказал, что в 2012 году он заплатил полмиллиона долларов вице-президенту Гондураса Рикардо Альваресу. Сам лидер латиноамериканской страны, в свою очередь, заявил, что он невиновен. Эрнандес позиционирует себя в качестве чемпиона по борьбе с наркотиками в своей стране. Ему пока не было предъявлено официальное обвинение. Он считает обвинение местью наркоторговцев. По его словам, так они надеются сократить срок своего заключения. Далее прямая речь. Картель Лос-Качерос хотел заключить сделку с властями США из-за невозможности заключить подобную сделку со мной. К слову, на вопрос об обвинениях в адрес Эрнандеса пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что любой лидер, не готовый к борьбе с коррупцией, не сможет поддерживать тесное сотрудничество с США. Присяжные имеют значение. На прошлой неделе несколько сотен жителей Миннеаполиса вышли на улицы города в преддверии судебного процесса по делу Флойда. Люди требуют справедливого решения. Смерть Флойда расколола общество на тех, кто считает его обычным преступником, и тех, кто убежден, он оказался жертвой полицейского произвола и расистских предубеждений. Именно его гибель привела к появлению движения БЛМ. Шовен после инцидента был уволен из полиции, так же, как и трое его коллег, которые тоже участвовали в аресте Флойда. Шовен обвиняется в непредумышленном убийстве, остальные полицейские в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к убийству. Подготовка к рассмотрению дела по существу намеченному на конец марта столкнулась с проблемой набора присяжных. Судья Питер Кейхилл обрисовал ход будущего процесса. Присяжным, например, расскажут, что Шовен перестал работать в полиции, но не будут говорить, что его уволили. Также не будет озвучен тот факт, что власти города предлагали семье Флойда решить вопрос путем досудебного соглашения. Оба факта подразумевают вину подсудимого. Кроме того, судья позволил участвовать в процессе свидетелю. Женщина пожарная, она зафиксирована в видеоролике, призывала Шовена проверить пульс Флойда. Ей не дадут публично рассуждать на тему, можно ли было его спасти в случае вмешательства. Само здание суда также готово к началу процесса. Вокруг него установили заграждение с колючей проволокой. Пока протесты мирные, люди приходят к суду с табличками, вроде требуем правосудия для Флойда и требуем осуждения полицейских убийц. Я бы хотел, чтобы люди, представители мэрии и все остальные перестали так много говорить об этом деле. При этом я не считаю, что кто-то из них вмешивается в правосудие. Однако, пока не вынесено окончательное решение, ситуация может иметь развитие как минимум в двух направлениях. Компенсации могут быть выплачены большие, а может быть будут снижены. Все зависит от многих факторов, поэтому пока суд не вынес приговор, лучше воздержаться от домыслов. Городские власти Миннеаполиса в досудебном порядке договорились с семьей Флойда о выплате 27 миллионов долларов и прекращении гражданского иска. Параллельно идет уголовный процесс над Човеном. Выплата компенсации для прекращения гражданского дела была единогласно утверждена в Горсовете Миннеаполиса. Это рекордная компенсация в истории штата Миннесота. Данил, кстати, про деньги. Байден намечает повышение налогов, сейчас все об этом только и говорят, а также он рассказывает людям о том, как важно, что Сенат принял его план по спасению экономики почти на 2 триллиона долларов. Ради этих целей Байден поехал по стране. У него такой большой концертный тур. И почему с этим мероприятием можно сравнить его выступления, ибо действительно в некоторых местах он вполне себе выходит к публике, в некоторых предпочитает телевидение, но действительно это напоминает некие такие гастроли. Помимо Байдена в тур поехала также Камела Харрис. И, собственно, их задача действительно убедить людей, которые, скорее всего, определяются, за кого им голосовать на выборах, которые произойдут уже буквально через 2 года, в том, что именно пакет, предложенный Байденом, он является тем самым спасительным, нужным и необходимым. Ну вот, в частности, первый город, который, первый штат, который оказался на пути Байдена, это была Пенсильвания, и там, конечно же, про вот эти стимулирующие выплаты, и не только стимулирующие выплаты, напомним, общая сумма государственных трат, она предполагает 1,9 триллиона долларов. Это все входит в тот самый пакет, пиарить который поехал глава Белого дома. Так вот, Байден, вице-президент Камела Харрис, и первая леди Джилл Байден, получается, что устраивают такую пиар-компанию, и, собственно, что произошло во вторник в Пенсильвании, там, как раз-таки, в округе Делавер, не путать с одноименным штатом, так вот, в Пенсильвании Байден встречался с представителями малого бизнеса, и по итогам ноябрьских выборах, именно в этом округе, как сообщается, он опередил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, и в пятницу Байден и Харрис также планируют посетить Джорджию, еще один ключевой штат, где Байден одержал победу над Трампом, напомним, это было первое место, в принципе, это был такой прецедент в истории Джорджии, потому что на протяжении огромного-огромного количества времени там никогда демократы в соответствующих выборных забегах не приходили первыми. Так вот, демократам удалось действительно добиться вот этого так называемого плана спасения Америки, но при этом нужно понимать, что в большей степени это политическая риторика. Мы как журналисты хорошо знаем, что когда выходит политик и произносит первые два слова, неважно, какой это президент, Байден, Трамп, Кеннеди, Царствие ему небесное, там кто бы ни был, они выходят, начинают, как правило, с нашей точки зрения, свое обращение с абсолютной бессмыслицей, которая не имеет в себе никакого содержания, про то, что там мы великая нация или еще что-то, то есть такая вода, да, и до сути, сколько кому на что будет выделено, кто получит какие выплаты, как будут распределяться, в какое количество времени, вот чтобы добраться до этой основной сути, приходится сидеть и слушать вот этот вот поток, который из уст политика изрыгается, абсолютно любого. Так вот, что важно, конечно же, демократы здесь в рамках того, что действительно предприняты меры, мало чем отличающиеся от мер, которые были приняты предыдущей администрацией, там точно так же было распределение вертолетных денег, здесь назвали это все планом спасения Америки. Но, опять-таки, это пиар-составляющая, в общем и целом, это просто третий пакет подобного рода мер помощи населению, который принимается в Америке, и в этом смысле, конечно, он не уникальный, но он уникален именно для тех, кто его продвинул законодательно, кто поставил подпись на этом документе, что подпись на этом документе стоит впервые от демократов, а не от власти, которая представляет интерес демократов, а не от власти, которая была от республиканцев. Ну и, кстати, вот Байден подвергается действительно в последнее время очень много и часто критики, и, мол, говорят, что ситуация на южной границе как-то вот не такая, как хотелось бы. И напомним, что по данным статистики, эти южные рубежи Соединенных Штатов только в феврале пересекло 100 тысяч человек. Но это, между прочим, абсолютно немалое число людей, это вполне себе такой тянет на какой-нибудь постсоветский областной центр, в духе города Кургана, например. Ну да, но страдают прежде всего кто? Страдают жители Техаса. Да, страдают жители Техаса, и... То есть я просто причем привожу, например, что 100 тысяч, и тех же людей куда-то девать надо, где-то селиться. Размещать. Сейчас открыли центры новые для заселения детей. Еще раз, 100 тысяч, чтобы было всем понятно, 100 тысяч это население такого маленького советского областного центра, постсоветского. Если кто-то сейчас может вспомнить, как выглядит там Курган, либо половина Белгорода, ну вот это примерно... Я же говорю, умер учитель географии. Дело на самом деле не в масштабах, а может быть не в геополитике, а вот как раз-таки в геоэкономике. Решать нужно что-то? Мы понимаем, что людей-то много. А Грек Эббот жалуется на администрацию Байдена. Города строить надо. Я не знаю, как можно построить пол Белгорода за месяц. У меня вот нет ощущения, что это возможно. А это то, что сейчас происходит. Поэтому раздаются виртуальные тумаки в адрес нового президента. И говорят, что чем был плот. Майоркас уже отвечает на них. Он уже на них ответил. Он высказался под всплеском миграции на юго-западной границе, отметив, что число пребывающих в регион мигрантов обещает достигнуть максимального показателя за 20 лет. И Майоркас рассказал, что правительство создает совместный центр оформления для передачи пребывающих в страну детей под опеку Министерства здравоохранения. И соцслужба пытается найти дополнительные помещения для их размещения. Ну и, насколько мы также помним, администрация Байдена пыталась ускорить процесс оформления вот этих несовершеннолетних мигрантов, которые ежегодно пересекают южную границу без сопровождения. Ну и единственное, что пока мы не сильно понимаем, опять-таки, откуда эти пол Белгорода возьмутся. Или пол Курска. Ситуация на юго-западной границе сложная, мы над этим работаем. В общем, вот так нас в финале, я бы сказал, не обнадежил Майоркас. Переходим к следующей части пульса дня. Десять лет назад цирийцы вышли на улицы требовать демократии, но получили войну и разрушенную страну под властью Асада. Продолжим через пару минут.